Всем привет! Новый день, новый влог у меня. Значит, сегодня воскресенье, и у меня одна работа, слава богу, не сильно рано, поэтому я сегодня даже выспалась. Но нужно было поехать во фрешку, и я вот только что скупилась. У меня в этом месяце, получается, в моем магазинчике, аж три именинника, и я обычно в день рождения что-то во фрешку покупаю своим сотрудницам. Какую-то, ну, сладкую вкусняшку маленькую, да? Такой, как маленький презентик. И вот, одно я уже пропустила. В общем, что я взяла? Сейчас я вам покажу. Специально нужна жарная во фрешка, и для этого дела ехать. В принципе, цены хорошие, там скидки. Взяла две такие упаковки вафель, типа два, около двух долларов. Это на подарок, кстати. И взяла две шоколадки, то есть это двум людям я распределю. И вот такие шоколадки, рошен, черные, с лесным орехом, и распределю. Такая вафелька и шоколадка, и будет двум девочкам, получается, с моей работы на день рождения. Так? Что я взяла своим? Своим взяла тоже вафли лимонные, потому что мои любят очень сильно их. Дальше. Вафли по 99, три коровки, доллар 49, очень бюджетненько стоит. 49 копеек, по-моему, вот такая. Боже, это моя любимая. Это я ставлю себе. Моя любимая вот эта. Прямо ностальгия вообще. И взяла первый раз, я никуда не брала, она только шармдит, бублики. Малым, знаете, можно и в школу же, правильно? Малютка ванильная. Что-то так захотелось. Я их не буду, наверное, если замуж попробовать, но я детям возьму. Такая сухая перекуска можно и в ланчбок, завтра же в школу. И думаю, попробуем. Так, секунду, из сладостей все, все валится с рук. А еще я взяла, сейчас покажу вам, цветочек. Вафрешка прикольные цветы, сейчас распродажа видно после 8 марта. Я ее накрыла, потому что у нас мороз капец, 10 градусов сегодня, такой дубариско. Взяла розочки за 3,50, ребята, 3,50. Там тюльпаны есть по 3,50, колотхои есть, там по 2, по 3 доллара, в общем, вазончик, вазончик. И даже была примулка по 1,50, ну она уже, знаете, загибается. Они у меня все дохнут. Я покупала тут несколько раз колонхои, покупала еще что-то, пару вазончиков именно, и они у меня все дохнут. Вот, хочу попробовать эту розочку, я ее выбрала, она самая, видите, свежая. И у нее прям бутончики хорошие, ну как по мне, она, видите, не раскрытая. А я еще, я специально такую выбрала, зато хорошие бутончики, прям такие вот, ну, не знаю, мне понравились. Не знаю, насколько будет он долгожитель или нет в моей квартире, потому что у меня очень темно, в квартире очень жарко. Ну, для цветов, честно говоря, не очень условие, потому что мало поступления дневного света, и очень жарко из-за того, что у нас просто какой-то нереально теплый пол под низом, горячая труба проходит. И у нас реально, у нас горячий пол, теплый. То есть мы ходим еще босиком, у нас нету ковров, и очень тепло. Зимой это, конечно, классно. Посмотрим, как будет летом. Я переживаю по поводу этой квартиры летом, потому что кондиционер там только один, он как в большой комнате. И если будет эта труба под нашим полом так же шпарить сильно, летом это будет капец. Ну, потому что тут лето довольно тоже такое, ну, жарко, да. Нельзя сказать, что... Ну, здесь лето хорошее, на самом деле. Лето мне очень понравилось по климату. Да и зима, грех жаловаться, эта зима, она просто... Она просто была европейская зима, просто вот как наша зима. В Украине довольно было мало снега, и вообще она очень теплая, по местным меркам такая раз за 40 лет, как всегда. Так что все, мне скоро на работу, я сейчас поехала домой, потом буду собираться на работу, на мою сегодняшнюю смену. Мой воскресенье, день. Каждое воскресенье я в магазине БАДов. Вот это стол Матвея. То есть все ровненько стоит, даже то, что там наверху... Ну, как-то, знаете, все ровненько. В принципе, плюс-минус я считаю, что это чистый стол. И стол вот как был, он такого цвета, он белый, он такой остался. Теперь внимание. Это, знаете, стол математика. Человек науки. Человек науки, человек ума. А сейчас я вам покажу, внимание, как живет творческий человек. Это да. Это наша Соня. Гляньте, все. Тут все, тут все в наклейках, тут все порисовано. Стол дизайнерский а-ля Фроузен. И то, что тут внизу, ну, это творчество. Это творчество, да. Творческий человек, он такой, да. А здесь, видите, все ровненько, чисто. Всем приветик. Иду сейчас за детьми. Значит, у нас остались несколько деньков до весенних каникул. Последняя неделя, но на улице настоящая зима. Вообще не скажешь. Хотя зима была довольно теплая, но весна, так называемая, холоднющая, витруганищая такая. В общем, у нас на этой неделе в школе у детей каждый день это какой-то почти праздник. Каждый день они должны одеваться по соответствующему стилю. Не должны, нет, плохое слово. Здесь никто никому не должен. По желанию. Значит, вчера у нас был спринг-дэй, то есть одеваются дети в цвета весны. Сегодня нужно было нарядным одеться, завтра хэд-дэй, то есть любую шляпку. И в пятницу это любимейший день всех детей в Канаде. Знаете, какой-то пижама-дэй. Да, действительно, серьезно. Дети одеваются в пижамы, едут так в школу, берут даже кто-то, берут подушки, плед, одеяло. Полностью вот такой вот набор для сна. И это самый кайфовый день для детей. Они это очень-очень любят. Так что в пятницу у них будет и пицца-дэй, и пижама-дэй. Это все в честь последнего дня перед... В эту тему как раз только что пришли мы со школы, я забрала, и Соня мне первая говорит, «Мама, ты знаешь, что завтра у нас хэр-дэй?» Я говорю, «Какой дэй? Какой дэй? Какой?» Сейчас я вставлю видео, как это было. Все рассказать, Соня. А какой завтра день в школе? Ага, хэд-дэй. Как? Хэд-дэй. Точно хэд-дэй? Как ты говорила сначала? Ну, хэр-дэй. Так, хэр-чэй хэд. Ну, там прическу делать. А-а-а, прическа. Хэр-дэй. Пон... Боже. Ага. Оно хэр-дэй. Я поняла. Хэр-дэй. Это прическа, да? Ну, да. Либо прическу, либо это. Либо шляпу можно купить. А-а-а, все. Слава богу, я поняла, что такое за хэр-дэй. Еще одна новость, которую не знает Ютуб, но знают другие мои соцсети. Значит, я на прошлой неделе снималась в американском фильме. В массовке всего лишь, да, но это как бы правда. Снималась здесь, в Виннипеге. Оказывается, снимают очень много фильмов для США. Я, к сожалению, не могу рассказывать подробности. Я там кое-какие ролики выпускала, потом их удалила. Мне наши же начали писать, что нельзя об этом говорить. Потому что, если я расскажу подробности, то я заплачу штраф больше, чем я заработала. Только хочу сказать, что я заполнила онлайн заявку. Абсолютно не важен ваш опыт, внешность, кто вы. Там подбирают разных национальностей, разных цветов кожи, разного возраста. Массовка идет абсолютно-абсолютно. Зависимо от того, что они снимают. Ну, как бы берут обычных людей. Но был очень интересный опыт, мне понравился. Единственное, что я могу сказать, что оплачивают, по идее, насколько я знаю, по минимальной ставке по манитобе. Это все как обычная работа. По часам, минус час обед отняли. Но нас там хорошо очень кормили. И была как будто моя полная рабочая смена одного дня фулл-тайм, скажем так. Не могу сказать, что на этой работе можно прожить в Канаде. Если вы обычный такой массовщик, если вы не актер, то скорее нет. Это просто подработка. У всех людей есть свои какие-то основные работы. Но есть часть актеров, которые там снимались. Их было процентов 20. У них совершенно другой заработок. И они прям профессиональные актеры. И они в основном не имеют других каких-то работ. Они снимаются только в... Ну, то есть занимаются актерством, да. Занимаются съемками. Это их профессиональная деятельность. Такие тоже имеются. Поэтому все в ваших руках. Видите, это такой один плюсик в Канаде за то, что... Вот эти возможности, они есть везде. Вы куда хотите, идите в любую сферу. Можно, как говорится, сунуться, сунуться, куда хочешь. Вот вы хотите быть актером? Идите, идите в любую сферу, любую сферу. Вы можете здесь просто с нуля начать. Независимо от того, какой у вас возраст. То у нас в Украине принято считать, что если ты там а-ля 40 лет, то у тебя жизнь закончилась. Здесь только начинается жизнь. Поэтому выбирайте, делайте то, что вы хотели. Учите язык. Идите в те сферы, которые давно хотели. Которые вам нравятся, желательно. И вот в этом возможности, в этом возможности Канады, Америки делать то, что ты хочешь и зарабатывать на этом деньги. Пытаться. Так что желаю всем удачи. Хочу немножко сейчас поотвечать на вопросы, которые понаписывали под прошлым видео. Сижу, пью кофе, есть чуть-чуть полчасика свободного времени. Хочу вам ответить. Боже, так много людей меня смотрит еще с Испанией, я так понимаю. И прямо, знаете, вот каждый раз волнует всех еще тот вопрос. Давайте так, я полтора года здесь. Что я хочу сказать про Испанию, про жалею, не жалею. Мне написала одна девушка, что она не может привыкнуть к Канаде после Испании. Смотрите, Испания прекрасная страна. Действительно, вспоминая сейчас, особенно город Аликанте, с теплотой в сердце я вспоминаю. У меня там есть видео, которые остались, фото после нашего короткого пребывания в этом городе. Это рай на земле. Вот серьезно, это просто рай на земле. Очень хочется туда вернуться, очень хочется окунуться в эту атмосферу. Ну, просто рай. Да, Аликанте просто, он прям запал мне в самое сердце. Ну, смотрите, что хочу сказать. Сравнивая Канаду с Европой, это некорректно сравнивать. Потому что это совершенно как два разных полюса планеты. Смотрите, любая страна Европы, она ближе к Украине, она ближе к дому. Нам все равно, нам легче вернуться домой, легче съездить в гости. Тем самым, я считаю, немножечко легче адаптация, потому что ты находишься не так далеко. И ты даже морально понимаешь, что если что, дом рядом, не так уже далеко. Здесь сам психологический барьер очень серьезный. Когда вы летите так далеко, и вы понимаете, что ваш дом остался на другой точке планеты. И теперь, чтобы даже заработать на тот же перелет, оформить там все соответствующие документы, это стоит больших денег и немало усилий. Большое, стоит большого затрата энергетического. Канада, Америка, Австралия. Это страны для более, наверное, сильных людей. Те, кто не побоялся. Я не хочу сейчас себя нахваливать. Я не говорю про себя. Я говорю про общее количество людей, кто решился. Это очень сложно решиться на такой переезд. Действительно, морально. Поэтому, с другой стороны, нужно смотреть проще. Мир открыт. И сейчас мы можем полететь в любую точку планеты. Возможно, не будет дальше такой возможности еще увидеть, да, такие дальние страны. Нужно пользоваться этой возможностью, я считаю. И, ну, мы ей воспользовались, потому что мы не закрыты в каких-то рамках, там, той же Европы, да. Мы открыты миру, и, возможно, Канада – это тоже не наш окончательный выбор, ребята, серьезно. Потому что тут тяжело. Тут есть очень много плюсов, есть очень много минусов. Сейчас я о них немножечко вам расскажу, что я имею в виду. Давайте с Испанией также сравним. Я считаю, что в Канаде намного проще закрыть свои бытовые потребности финансовые. Что бы там никто не говорил. Да, тут дорого. Но если дорогая жизнь, оплата, коммунальные аренды и так далее. Страховки, машины. Но все же их все здесь себе обеспечивают намного проще, чем в Европе, я считаю. Потому что даже работая на самой минимальной зарплате, как я, на самой... Ну, нет, у меня не самая простая работа. Я не буду так говорить. У меня обычная работа, которая требует все-таки владения языка, да. Ну, я имею в виду, я обычный работник магазина. И даже с такой зарплатой, в принципе, возможно здесь выжить. Особенно, если работают двое взрослых. Уже очень даже неплохо. Базовые потребности здесь закрываются вот так. Что такое базовые потребности? Это аренда жилья. Это покупка необходимой еды, одежды. Ну, то есть базовые вещи, которые просто необходимы. Но здесь немножечко, знаете, мы почувствовали себя людьми в том плане, что мы очень просто закрываем базовые потребности и даже больше. То есть я не ограничиваю себя, допустим, в том, что я хочу себе купить, начиная там с БАДов витамина, в косметике я вот фанат, да. Любую. То есть вообще у меня нет вопроса в деньгах, какую косметику купить. В плане я прихожу и просто выбираю уже несмотря на цены. Одежда, то же самое. Какие-то тут все эти брендовые вещи, там Кельвин Клайн, Томми Хилфигер, Гэс. Оно тут все как масс-маркет. И стоит очень доступно любому, даже работнику магазина. Понимаете, о чем я? В Европе нужно, наверное, чтобы так все покупать и держать вот такой хороший, закрытый базовый уровень потребностей, нужно постараться найти такую работу. И то, ну, честно, мне кажется, здесь доступнее намного. Вот. Конечно, меня подкосили налоги. Мы подали налоговую декларацию в этом году. И очень жаль, что я должна еще в Канаде. Была из-за того, что у меня две порта им работы. Одна из них там плохо за меня списывала налоги. Получилось, что я должна. Но ничего страшного. Мы, ну, то есть, заработали за этот год очень неплохую сумму. Но это не значит, что мы этих денег, мы все и потратили. Понимаете? То есть, тут все, оно уходит. Потому что очень, когда у тебя растет уровень работы, растет уровень зарплаты, растет уровень и расходов. И это у нас еще нет кредитов. Нет кредитов. У нас есть машина, как бы, старенькая, но своя. Но за нее нужно тоже постоянно платить страховку. Там нужно платить за права. Вот какие-то мелочи. Телефон, интернет. Ну, машина еще у нас берет часть денег. Она старая. И она ломается. И мы уже в нее вложили тысячи долларов, помимо ее покупки. Чтобы привести ее вид, мы стараемся ее, ну, скажем, держать в тонусе. Ежда, еда, вот такие базовые. Там можно сходить в какую-то кафешку, можно погулять на выходные с детьми где-то. Да, это тоже в копеечку выливается любой здесь поход. Но мы это можем осилить, причем легко. Сказать, что это прям наша мечта, нет. Мы хотим большего. Нас все равно не устраивает то, что мы имеем на данный момент. Мы хотим больше зарабатывать. Ну, то есть все равно немножечко не то, что мы хотели, то, что мы ожидали. Второй момент. Чтобы обеспечить себе вот так вот более свободный такой образ жизни, в финансовом плане, мы очень много работаем. И эта работа прямо забирает все, всю энергию, что даже и не хочется уже там где-то гулять, куда-то выйти лишний раз. Потому что очень тяжело морально, не так как физически, очень тяжело морально иногда работать с канадцами и с другими национальностями азиатского происхождения. Иногда они забирают такое чувство, всю твою энергию и непонимание этих менталитетов все равно здесь присутствует. Вот. Так что, если сравнивать с Испанией, я, знаете, все время говорю, такой момент. Если бы у меня семья, я или муж, мы имели хорошую, высокооплачиваемую онлайн работу, заработок онлайн. Онлайн, допустим, если вы программист или там еще кто-то, или блогер, который хорошо зарабатывает, то есть онлайн, он может в любой точке мира сидеть и зарабатывать онлайн. Конечно, Испания, Португалия, мне кажется, это топ. Это топ страны, и я бы там сидела. Но у нас нет таких заработков, у нас нет онлайн-профессии. То есть нам нужно ходить куда-то к какому-то работодателю, у нас нет своего бизнеса. Мы зависим от кого-то пока. И пока на данный момент я не вижу жизни, я же говорю, в Европе. Не вижу. Вот. Нужно изучать мир. И я же говорю, не знаю. Может быть, мы будем изучать еще какую-то страну. Пока никаких планов нет, мы никуда не переезжаем. Но мысли такие появляются. Почему бы и нет? И если появится по работе какое-то хорошее предложение, сейчас мы мыслим уже практично. У нас есть определенный уровень зарплаты, и мы будем дальше смотреть. Мы будем себя продавать, предлагать, да. Дальше мы открыты миру. Мы открыты миру. Соня, а сегодня что за день? Пижама-дэй. Ты что, вот так пойдешь? Ты вот в этой пижаме, ты же так спала. Ты так и идешь в школу? Ну да. Ага. А куртку больше? Буду. Ага. Прикольно. Сегодня пижама-дэй, последний день в школу, да? Да. Минус 12 градусов мороза, поэтому надо одевать скипанцы еще. 12 градусов очень сильно холодно. Ну хорошо, давай. Субтитры сделал DimaTorzok У нас суббота утра, и сегодня мы пропустили последнее занятие. Да, Сонечка? Сонечка, поздоровайся. Последнее занятие по конькам. Ну в общем, на самом деле мы просто вчера загуляли, очень поздно были в гостях. И я знала, что поздно легли спать, и сегодня будет утром рано. Тяжело ей вставать. И она такая встала. Я говорю, Соня, смотри, если ты устала, если ты не хочешь, мы можем пропустить. Значит, скоро каникулы, будешь отдыхать. Ничего страшного. Коньки уже все, закрыли мы сезон. Вот, поэтому... Но мы приехали на музыку, пьяно, все тоже. Ну, кстати, музыка тоже будет выходная всю неделю каникул. То есть сегодня занятие есть, на следующей неделе уже его не будет. Так, какие еще новости? Значит, я сегодня еду, наконец-то краситься и стричься. Я уже не мыла голову два дня. Хожу с дулькой и, значит, жду уже, жду уже, когда... Потому что, знаете, уже как-то преобразиться надо. Уже полголовы черного цвета, хвост белый. И еду к той же девочке все, к Алене, к которой я всегда делаю свои прически. Поэтому я ей не изменяю. Я как бы... Очень тяжело мне довериться мастеру, доверить свои волосы кому-то. Я даже нашему украинскому мастеру не хочу менять. И для меня это все очень серьезно и очень важно. В общем, поэтому еду сегодня. Я надеюсь, все пройдет благополучно на покраску. У Алены очень забитый график. У меня тоже, понимаете. Где-то мы долго не могли найти общий день, когда мне приехать сделать прическу. Потому что у меня просто график супер плотный. У нее записи. И представьте себе, найти день вот такой, который приехал. В общем, было тяжело. Так что, если вы тоже захотите... Если вы из Виннипега к Алене, записывайте заранее. Поймите, что здесь в Канаде все, что особенно если что-то хорошее, если какой-то сервис, услуга, мастер, не знаю, что угодно, то, естественно, очередя это естественно. И ожидания, очередь, ожидания довольно долгие. Какие новости про Канаду не очень хорошие поступили вчера в новостной ленте? Ну, значит, первое, что мы до сих пор в подвешенном состоянии с нашим пиаром. Честно, это уже как-то угнетает. 8 месяцев, ни ответа, ни привета. И я понимаю, какое-то действительно подвешенное состояние. Мы не понимаем, что делать, мы не понимаем, что ждать. И у меня закрадутся такие мысли, что мы можем не получить этот пиар. В общем, не знаю. И что делать дальше тогда в таком случае? Всякие мысли лезут в голову, что дальше делать? Какая новость вышла вчера? В общем, министры сделали собрание и какой-то закон ввели, как я поняла. Либо это только разговоры, либо только закон. Либо уже закон, не буду говорить. Но, в общем, суть такая, что хотят сократить количество рабочих, рабочих нанятого персонала с permanent resident. То есть это даже не мы. У нас даже нет permanent resident, даже нету пиара. Мы вообще считаемся а-ля беженцы, да, грубо говоря. Нет, ну мы, конечно, не беженцы, но по статусу в плане документальном у нас документов только work permit. В общем, правительство Канады говорят, хватит нанимать иностранных рабочих. То есть мы называемся как иностранная рабочая сила. Хватит их нанимать, потому что у нас есть внутренний рынок Канады. Внутренний рынок Канады, это имеется в виду те люди с канадским паспортом, не с пиаром, с канадским паспортом, которые там ищут работу и не говорят. Вот у нас есть внутренний рынок, мы будем и с них, мол, брат. Честно, это ни в какие рамки не укладывается с теми понятиями, которые Канада всегда провозглашает. То есть Канада всегда твердит, зазывая иммигрантов, зазывает постоянные программы эти делает и по обучению, и по иммиграции, и по работе. Почему? Потому что им не хватает рабочих, поэтому Канада очень массово привлекает иностранных рабочих. Сейчас она привлекла очень много, очень много с Индии и студентов, и людей на работу приехало, и украинцев. То есть огромная часть. То есть они сначала их привлекли, а сейчас делать не знают, что с ними. Первое, в Канаде не хватает жилья, это факт, это почитайте все новостные официальные источники. В Канаде не хватает жилья. И что же делает правительство? Нет бы это жилье построить, они не могут жилье строить больше, потому что будет падать цена на жилье, а им это невыгодно. Они хотят держать очень высокую планку на жилье. Поэтому они, вопреки, как говорится, любой логике, они сейчас берут и решают сократить количество нанятых рабочих иностранных. Ну как? То есть вы зазываете сначала, а потом вы говорите, да не, нам они не надо, у нас есть свой внутренний рынок. Так как? Почему вы раньше им не пользуясь и твердили, что у вас работать некому? У вас стареющая нация, у вас одни пенсионеры, молодых мало. Чтобы обеспечивать пенсионерам пенсию, вам нужны иностранные рабочие в виде нас, да, то есть которые будут оплачивать их пенсию в том числе и платить огромные налоги в том числе. Честно, я не понимаю, что в Канаде происходит, вообще не понимаю. Как-то с каждым месяцем какие-то вот эти законы и то пиар в Альберте прикрыли, то еще что-то. То есть закручивают гайки, непонятно, закручивают гайки. Хотя реально зазывали-зазывали, а в итоге люди годами не могут найти работу нормальную. Очень тяжело устроиться здесь в итоге. То есть страна звала, но не рассчитывала и не осознала те трудности, с которыми придется. Какой сегодня денек хороший. Что идем, Сон, 10 минут там еще посидим. Вот наша школа Garden City. Морозец, но солнечный. Поехали. Мы идем на последнее занятие перед каникулами. Стоп, машина пропускает, пошли.